15 ноября с разницей в 20 минут в 6-й городской отдел полиции обратились сразу две женщины, на которых напали двое неизвестных. Один наносил удары, второй пытался отобрать сумку. Я как могла отбивалась от них, они меня терзали на асфальте. Я кричала, звала на помощь, думал, кто-нибудь откликнется. Прохожий повезло. Свидетелем нападения стал водитель, проезжавшего мимо троллейбуса, который экстренно остановил транспортное средство и пришел на помощь. Уже несколько дней спустя, благодаря кропотливой работе сотрудников УМВД России по городу Чебоксары и Управлению уголовного розыска МВД Почувашии, у Натальи появилась возможность лично поблагодарить своего спасителя. Я от всей души благодарю вас. Большое спасибо. Думался про то, что это пьяные люди, просто после вечеринки откуда-то возвращаются и между собой дерутся. И когда я увидел женщину, которая смотрит на меня, кричит, помогите, мне как-то революционно, я бросился к нее спасать. Второй пострадавшей повезло меньше. Злоумышленникам с теми же приметами, что и в первом случае, удалось отобрать у нее сумку с деньгами и личными вещами. И сумки что похитили? Сумки похитили 800 рублей и телефон. Телефон какой марки? Кнопочный. У оперативников было крайне мало информации о грабителях. Помогли записи с камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ранее судимых местных жителей задержали. В ходе обыска в квартире одного из подразиваемых был обнаружен похищенный телефон. Далеко не все в детстве получают такое воспитание, как неравнодушный чебоксарец, которому руководитель УМВД России по городу Чебоксары, подполковник полиции Владимир Чурбанов, вручил благодарность и памятный подарок. Мама говорила, девушку нельзя обижать, не руку поднимать, а только защищать. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за групповой грабеж и покушение на открытое хищение имущества. До суда они будут находиться под стражей. Такая мера пресечения была избрана им по ходатайству следствия. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.